Всем привет! Часть вторая. Бергейский суп. Когда времени нет, зато есть некоторые ингредиенты в шкафу. У нас есть томатная паста, томатное пюре и томаты в собственном соку. В оригинальном варианте, конечно, присутствуют настоящие помидоры, но все равно к ним добавляют обычно томатную пасту. Я возьму томатное пюре и томатную пасту. Вот эти два ингредиента. Будет совсем быстро и просто. Добавляю кубики бельона, черный перец и заливаю все это кипятком. Свежий суп уже готов. Довольно-таки быстро. В такой суп нужно добавить болгарский перец и или бурса. Тогда получится ресторанный вариант этого супа. Когда времени нет, хорошо воспользоваться замороженными овощами, которые либо мы купили, либо заморозили сами. В данном случае у меня будет суп из лука поре, который я заморозила сама. Лук порей продается огромным причем, но он все время остается. Либо засыпает, либо приходится его выкидывать испорченным. Я порезала остатки и заморозила. Вот, что вышло на кастрюлю. Кубики бельона, черный перец. Заливаю все кипятком, и он получается такого интенсивного цвета лук поры. Заливаю все кипятком, и он готов. Ну вот и все, все готов. Нам приходит сразу хлеба жглова. Эх, сейчас бы супчик угорячил, дождь попроскать. Гороховый суп в такую погоду, очень сытный и закрывающий. Я взяла банку консервированного гороха с морковью, и добавила туда одну дольфию лук. Можно взять просто консервированный горох, один. Также мне захотелось из-за погоды добавить и бекон, который придает интересный вкус такого супа. Кубики бельона и черный перец. Заливаем все кипятком, и ставим на огонь. Естественно, что сухой, свежий и замороженный горох здесь приветствуется, конечно. Получается довольно-таки густая консистенция. Здесь надо помнить о беконе, даже не пересолить этот суп. Уже в перемолотый суп можно добавить консервированный горошек, который останется целиком. Довольно-таки оригинальный отчет. По всей видимости, сибирские морозы забыли значение, словно эмбарда в этом году. И что же хочется в такую погоду? А в такую погоду хочется куриный суп. А где же его взять, если нет времени? И на помощь приходит фирма Кно. Куриный суп с вермишелью, с кусочками курицы, натуральный вкус. Супа по бабушке на море все-таки сделаем. Можно готовить его по кастрюле, просто разобрать, либо микроволновке. Но, естественно, не поволновку нельзя засовывать целую пачку. О чем здесь и написано. Я буду готовить старым дедовским способом в кастрюлю. Как он выглядит, там вермишель, курица, картошки, нервные, наркотки. На самом деле, очень оригинальный куриный суп. И как писал Гополь, суп в кастрюлю прямо на подход приехал из Парижа. Открыть крышку, там, в котором непродобного, нельзя отыскать в природе. Так же готовить на банку, содержимого банку воды. Хорошо отмешать и выжить. Субтитры сделал DimaTorzok